Ребятушки, всем привет! Здравствуйте! На моем канале Angry Games. Добро пожаловать! Началась ситуация с того, что я хотела закончить ремонт. Я купила плитку. Если, ребят, не будет текста достаточно в моей голове, то я буду дополнять внизу. И вы будете читать здесь в качестве субтитров мои дополнения. Я хотела бы рассказать, с чего все начиналось. Перед тем, как улетать за границу, я решила сделать ремонт на кухне и в коридоре. Конечно же, я купила плитку для того, чтобы ее прокладывать, но нужно было вызывать рабочих. Моя мама никому не доверяет, поэтому мне пришлось отложить этот вопрос до лучших времен. Улетала за границу всего на месяц с копейками. Плитка осталась в моей квартире. Когда я улетела, я оставила денежную сумму своей маме, но моя мама очень боится мошенников. Она не стала искать никого из рабочих. Мы договорились так, что когда я прилечу на родину, тогда мы найдем с ней вместе рабочих и обговорим этот вопрос. Я отработала свой срок согласно договору со своим боссом, вернулась в Украину и решила подписывать все-таки контракт с рабочими. У меня была уже изначально плитка. Я нашла объявление в интернете о том, что рабочие предлагают свои услуги. И это было довольно странное объявление, так как рабочие предлагали любые строительные услуги за нормальные цены. То есть ниже среднего и довольно выгодное предложение. Я подумала, что это бригада рабочих и решила их пригласить. Когда они пришли ко мне домой, то они проявили необык какую настойчивость для того, чтобы начинать работу. Они пытались всяческими методами убедить на своей компетенции, о том, что они знают, как правильно выполнять работу, что нужно делать. Но меня мучили сомнения. Я даже хотела им отказать в связи с тем, что они очень молодо выглядели, не на свой возраст. Я их с порога сразу и спросила, вам 18 лет есть. Они сказали, что им по 19 лет, показали паспорт. Но так как их было трое, один был подрядчик и еще два человека были помощниками. Они сказали, что одному 19, другому 17. Но тот, который 17-летний, я засомневалась. Они попросили, чтобы он работал, типа будет мусор выносить и будет помогать некоторые работы выполнять простого характера на пару дней. Я согласилась. И еще их звали Егор, Стас и Денис. Это были три человека. Это ребята мошенники чистой воды. И я буду доказывать. Я специально освободила место на своем телефоне, чтобы как можно больше информации для вас и сложить. Если моей памяти не будет достаточно, то я найду возможность и сделаю для вас больше материала. Я хочу в этом ролике все разжевать и доказать их вину. И в том, чтобы никто из моей аудитории в этом не имел сомнений. Потому что, ребят, любой из нас может наткнуться на мошенника в интернете и лететь на кругленькую сумму. Так что давайте я предлагаю такой вариант, чтобы это предотвратить и не допускать такого в дальнейшем. Будем снимать видео и доказательства, если вас обманули, если у вас подобное произошло. Я буду делать так. Я сделаю серию паспорта. И последние цифры. Не все целиком, для того, чтобы вы понимали, что это за человек и с ними не имели дела вообще. Если такие люди будут попадаться, чтобы вы с ними вообще не связывались и им не платили. Начнем все с того, что они настаивали. Они предложили нам свои услуги. Они предложили повыносить мусор. Сказали, что все сделают по низкой цене, что все будет хорошо. Мы составили с ним смету с Егором. Но качество работ, знаете, я же еще тогда не видела. Он мне сбрасывал на Viber. Свои готовые работы. Фотики были на самом деле из интернета. Что он отрицал? Хотя, ребятки, я все загуглила. Я увидела, что это фотографии из интернета. Он мне не скидывал свои оригинальные фотографии, подлинные работы, которые он действительно выполнил. Что могло бы подтверждать его профессионализм. В связи с возрастом им всего лишь по 19 лет. Уже это был первый признак для того, чтобы засаниматься. О, ребят, чувствую, что это видео надолго затянется. Потому что, судя по всему, я еще даже не успела рассказать ситуацию. Но время уже прилично затянуло. Когда они к нам пришли, они стали говорить, что вынесут мусор. Я с этим согласилась. Демонтаж обоев. Они мне записали это все 1100 гривен. Но сначала они сказали, знаете как, ребята, они когда зашли на кухню, они сказали, что на кухне они готовы работать за 250 гривен. Что они сделают полностью весь демонтаж. На кухне все вынесут. И вечером они мне скинули смету. А там было указано, что цена заработает 1100 гривен. Но они изначально завлекали суммой, что якобы 250 гривен. И они все сделают. Поэтому я согласилась. По плитке они скинули другую цену. Изначально была озвучена там цена 120 гривен. А они мне скинули вечером 135-145. Стали поднимать. Но, понятное дело, как мошенники обычно делают. Далее, ребят. У меня были чеки на плитку. Плитка была недешевая. У меня была куплена плитка примерно на 13000 гривен. Я вот чеки вам скину. Вы посмотрите, сколько плитка на самом деле стоила. Они стали подготавливать все для того, чтобы класть плитку. То бишь сдирать обои. Но когда они за это взялись, они увидели под своими обоев еще один. Я, кстати, сегодня разговаривала об этом с мастером. И мастер мне поведал, что они не должны брать двойную стоимость за демонтаж обоев. Даже если там 10 слоев, все равно они берут за один слой обоев. Ребята, они мне выставили претензии за то, что в ведите ли там три слоя обоев было. Что ему нужно было переделывать работу. Ведите ли это большой объем, больше, чем мы договаривались. На этой почве возник первый конфликт у нас. И, ребята, я не согласилась с тем, чтобы оплачивать тройную цену. Я сказала, если вам что-то не нравится, тогда не нужно у нас работать. Я сказала, что, Егор, я тебя не заставляю работать. Мы с тобой договорились за эту цену. Если ты не хочешь со мной работать дальше, так и скажи. На что Егор согласился и замолчал, извинился и сказал, да, мы согласны работать за эту цену. Но, ребята, это мошенники. И сейчас мы рассмотрим все в подробностях. Они много вещей повредили. Было украдено много вещей из моей квартиры. Поэтому мне пришлось поставить видеонаблюдение. Для того, чтобы мониторить действия рабочих в случае, если они попадут в мою квартиру и будут заниматься укладкой плитки. Это еще не все. Мне пришлось записывать наши разговоры телефонные в деталях. Для того, чтобы показать полиции, либо другим службам, или органам, или юристам доказательства того, что действительно они натворили. Также они требовали с меня деньги, а именно требовали до окончания работы 6 тысяч гривен. И при том, что они разговаривали со мной приказным тоном, у меня запись разговора. И если вам интересно, я могу вам ее продемонстрировать. Это не составит мне особого труда. Конечно, там качество не ахтей, но я надеюсь ее обработать и залить на канал. Ребята, у меня рабочие натворили очень много шума. И мне пришлось отложить проведение стримов где-то на 2 дня. Я не могла стримить, я болела. У меня ужасно раскалывалась голова, и я не знала, что с этим делать. Мне пришлось очень много таблеток пить, чтобы хоть как-то акклиматься и прийти в нормальное состояние. Они поснимали розетки у меня в квартире. И также они мне разобрали счетчик, они пытались снять счетчик. Они повытаскивали из люстры и переключателя провода. Эти провода были оголенные и несли прямую грозу для жизни. И они не понимают, что они вообще натворили. Одного моего рабочего просто-напросто, как ветром вздуло, они у меня сломали переноску. Также они украли блочок для зарядки айфона. У меня пропали наушники, проводные при том. Также у меня пропала пробка специального счетчика, который предназначен для электроэнергии. Когда они его разбирали, мы не нашли пробку. Они воровали зажигалки. И они такую грязь развели у нас дома. Весь цемент позаносили в другую комнату. У нас ковер забетонировался после их визита и после того, как они переодевались в другой комнате. И из-за этого у меня пропали вещи. Из-за того, что они заходили в комнату, нужно было закрывать двери. Сейчас мне нужно будет поставить замки во всех комнатах. Они испачкали мне все двери цементом, шпаклевкой, клеем для плитки. Мне сейчас эти двери проще покрасить, чем отмыть. Очень много материалов они испортили. Когда они укладывали плитку, зазор между плиткой и стеной 20 метров. В то время зазор должен быть 4 миллиметра максимум. Сейчас ко мне будет еще приезжать один человек, который занимается укладкой плитки и проверять качество выполненных работ. Они нам цементом забили канализацию. Они измазали всю раковину этой шпаклевкой. Соответственно, забилась гофра от раковины. Пришлось ее снимать. В процессе демонтажа я обратила внимание на огромный слой под раковиной этого цемента в виде пасхальной пасочки. Я, можно сказать, далеко не обрадовалась. Мне пришлось заменять гофру из-за того, что они попросту не могли после себя воду вылить на улицу вместо того, чтобы сливать ее в канализацию или в ванную. В ванной я тоже очень сильно переживаю насчет состояния канализации. Мало ли, вдруг там придется тоже трубы менять, если какая-то будет проблема с электроэнергией из-за того, что они снимали счетчик. Нам придется заплатить немаленький штраф. И я разговаривала им не один раз. Они у меня бесятся, дерутся дома. Они себя неадекватно ведут. Но из-за того, что у меня заключен договор с юристом, я не могу сейчас остановить с ними работу. Иначе мне придется платить им компенсацию. И сейчас я разговариваю с юристом, как я могу подать на суд на них. Я записываю каждый наш разговор. Мне нужны все факты и доказательства от того, что они очень плохо выполняют свою работу. Поэтому мне придется максимум усилий приложить и поставить дома оборудование для видеослежки. Для того, чтобы записывать все звуки, разговоры, которые происходят в комнатах. Следить за материалом, чтобы ничего не пропадало. Записывать то, как я общаюсь с ними, когда будут приходить другие мастера и комментировать качество работы. Это все делается для юриста и для адвоката, чтобы выиграть в суд. Мне нужно максимум доказательств. Из-за этого, конечно, я пошла на отчаянные шаги. И еще они меня просили постоянно покупать для них что-то, для инструмента. Хотя да, ребят, они должны иметь собственный инструмент. И после того, как они меня шантажировали с деньгами, они хотели с меня стребовать 6 тысяч гривен. Сегодня я у них заберу мешалку для миксера и диск для болгарки. Я это изыму, потому что эти вещи, эти предметы, они должны самостоятельно приобретать за свои деньги. А я им по доброте людской это все купила. Они оказались неблагодарными. После этого случая я это все изыму. Если они хотят, то они смогут выкупить. Ну окей, я могу там уступить им от рыночной цены 20%. За 80% пусть они тогда покупают у меня. Еще такой момент. Я один раз их угостила, когда они приходили ко мне домой. Когда они работали, я подумала, что можно заказать пиццу, я их угостила. После этого они на следующий день пришли без тормозков, без еды. И они ждали весь день, что я буду их кормить. И они со мной так очень грубо общаются, некорректно. Да, я могу, если вы хотите, именно выложить на свой канал запись телефонного разговора, чтобы вы все поняли. Я думаю, вы за 30 секунд поймете суть, как они относятся и как они себя ведут со мной. Также, ребята, у нас на плите была труба железная, очень качественная, из ценного металла. После визита рабочих мы эту трубу не обнаружили. Следовательно, можно сделать вывод, что они сдают на металлолом все предметы, которые им попадаются на пути. Также они били плитку нам. Они неудачно вложили очень много плиток, из-за этого пришлось выкинуть штук 8 плиток. Из-за того, что они неровно и не в том месте положили. И когда они пытались снять, то они ее разбивали в дребезги. Поэтому количество плитки, которое они разбили, они будут компенсировать со своего кармана и покупать новую. Согласно чекам, они будут это все в финансовом эквиваленте мне компенсировать. Другого варианта я не вижу. Указана в договоре стоимость их работ. Но я буду в договоре указывать ущерб материальный заказчику, то бишь мне. И вычитывать сумму, которую они мне должны за испорченный материал. И это тоже нужно сразу уговаривать с юристом. И еще приглашать рабочих, чтобы они проверяли, как работает бригада. Других рабочих, которые вообще не имеют отношения, но которые работают профессионально и много лет. Если бывают такие случаи, когда ты связываешься с мошенниками и тебя пытаются обмануть на деньги. Составляй договор, приглашай людей, которые будут проверять качество работы, чтобы не оказаться козлом отпущения. И чтобы не допустить колоссальных ошибок. Мой тебе совет. Если ты делаешь сейчас ремонт и не знаешь, с чего начинать, начни с договора. Чтобы твоя мебель не пропала. Если ты собираешься делать ремонт под ключ, рабочие, конечно, могут этим воспользоваться. И повыносить твою мебель из других комнат, покрась ценные вещи. И потом ты не доищешься, даже не будешь знать, куда твои вещи пропадают. Они мне заложили кабель от интернета плиткой. Это же насколько нужно быть безграмотным и некомпетентным в своей работе, чтобы интернет-кабель заложить плиткой. Когда я позвала рабочего из бригады и сделала насчет этого замечания, он так удивился и сказал, что он все правильно делает. И что это нормально. Мне пришлось кричать и доводить дело до того, что я буду вызвать полицию из-за того, что они некомпетентны в своей работе. Но он извинился, он сказал, что исправится. Я этим людям не верю. Конечно, я пригласила юриста, заключила договор. Они оставляли у меня инструмент. Благодаря этому у меня получилось заключить с ними договор для того, чтобы они забирали свой инструмент. Я им сказала, поставила ультиматум, что вы не заберете свой инструмент до тех пор, пока мы с вами не заключаем официальный договор. Дальше. Согласно этому договору, я им не должна платить никаких денег. Но они с меня требовали денежную сумму, а именно 6 тысяч гривен. По меркам доллара это 230 баксов. Они с меня требовали. При том, что они мне должны намного больше денег. Они мне очень много материала испортили. У них некачественная работа. Конечно, мы из-за этого поругались. Вплоть до того, что я собиралась уже вызвать полицию. У меня были записи разговоров, были видеозаписи, доказательства того, что я права. Я звонила своему юристу и разговаривала с ней. Она меня поддержала. Но мы в итоге пришли к тому, что они извинились, они продолжают меня работать. Но если, например, сегодня ко мне придет мастер, я уже с другим мастером договорилась для того, чтобы он проверил компетентность их в работе. Если будет какой-то подвох, это все будет сразу выкладываться на мой канал, потому что у меня не хватает памяти в телефоне, чтобы записывать длинные ролики. Я буду выкладывать это все в ограниченный доступ. И в итоге я буду с вами делиться и монтировать, и рассказывать о том, что было. Потому что все это правда. И я столкнулась с недоброжелателями, можно сказать, с мошенниками, которые не на чистую руку работают. Они мне портят материалы, у меня пропадают вещи, они со мной очень грубо разговаривают. У меня просто такое чувство, что это какая-то секта. Я им купила материалов для работы и заплатила за это деньги. Они попросили купить их в блокруте. Я купила все так, как мы договаривались. Но еще одна загвоздка. Перед тем, как прокладывать плитку, нужно было заложить проводку. И, конечно же, они мне выставили цену за свою работу. Постали выполнять нам работу. Сделали косо-криво, лишь бы живо. Эта проводка, боже мой, эта проводка отвалилась на второй день. И тогда уже у меня были явные претензии к ним, что они так плохо сделали. На что они ответили, что сейчас переделаем и все будет хорошо. Сейчас мы вам сделаем как было и ничего отваливаться не будет. Упрашивали, чтобы у нас работать дальше, чтобы продолжать работу. После того, как они сделали стяжку пола и шпаклевку стен, они стали грунтовать. А грунтовали они от трех раз и без предупреждения, что меня вообще в край вывело из себя. Они запросили тройную стоимость своих работ, ребят. И самый прикол в том, что мы об этом не договаривались. По итогу сделанных работ они выставили прайс-лист мне. За грунтовку никто платить не должен. Это чисто их выдумка, чисто их инициатива пойметь денег на ровном месте. Ни один нормальный уважающий мастер не будет брать какие-то копейки за грунтовку. При том, что ребят я покупала за свои деньги грунтовку, они брали распылителем по три раза, брызгали на стены. Они должны это делать валиком и просили, чтобы я им покупала материалы за свой счет. Чтобы, ребята, я покупала диск на болгарку. Денчики, чтобы я покупала на сверло ванночки для валиков и тому подобное. Я не должна это все покупать за свои деньги. У них должен быть инструмент собственный, который они приносят и ним работают. Я не должна им предоставлять инструмент, а лишь материалы. У меня была куча сомнений. И, конечно, работать с ними или нет, я не хотела уже на тот момент с ними работать. Я звала других людей, чтобы они смотрели качество работы и они говорили нам, что нужно все переделывать. Я, с одной стороны, понимала и общалась с юристом насчет того, что правильно ли я поступаю, что работаю без договора. Я пригласила юриста для официального заключения договора. Я хочу заключить договор официально, что вы у меня работаете. Давайте. Поэтому завтра нужно будет составить договор. Может, его сегодня составить, я просто приеду, прочитаю и распишусь. Да, завтра ты приезжаешь и расписываешься в договоре, что ты у меня работаешь. И что у нас такие условия. Все, я тогда иду за клеем и завтра мы уже начинаем сотрудничать. Да. Поэтому мы решили поступить так, чтобы работы не оплачивать, заключить договор. И по окончанию работ я бы им оплатила, если бы они качественно выполнили свои работы. Но так как у меня были сомнения, собственно говоря, поэтому я и пригласила юриста. Так, еще они нам, когда сделали грунтовку, я написала сообщение Егору насчет того, что почему ты так делаешь, и тебе не обязана платить деньги за грунтовку, из-за того, что вы делаете по три раза грунтовку. На что он мне ответил, вы уже достали, я меняю цены, уже будет сто двести пятьдесят гривен в квадратный метр. То бишь он поднял цены вдвое. На следующий день он ко мне пришел и стал тарабанить дверь. Я вызвала полицию, пришли к общему соглашению, так как другой бы мастер все за те же самые работы деньги и сделал бы все сначала. И никак, что это был бы человек добросовестный. Поэтому я вынуждена была с Егором дальше сотрудничать. Но я бы с ним не работала больше, если была возможность найти другого мастера. Об этом я не знала, что можно было так легко найти другого мастера. Но в это время, пока он работал, я занималась поиском нового мастера. Потому что этот человек мне не подходил. Он приходил и просто кушал чайной ложечкой мне мозги и портил нервы. Я была прям сама не своя, не могла стремить. Постоянно с ним были разборки, конфликты. И они портили наши вещи. Он приводил еще своего напарника, которому 19 лет. Его звали Стас. Они портили нам стены. Они сделали ужасные работы. Я вам показывала в предыдущем видео, что они сделали. Мы вызывали на них полицию. Мы договорились. Они нам составили по-новому стоимость работ. Я сказала, что грунтовку я могу сделать и самостоятельно. С распылителя побрызгать это ничего не стоит для меня. Я могу и самолично это сделать. С чем они не стали спорить и не стали нам считать это. Грунтовка, тем более, была куплена за мой счет. Когда мы ругались и когда приходила полиция, то после этого случая они пытались забрать свои инструменты и вынести под предлогом того, что они уходят. Но в пакеты они собрали также наши отвертки, наши инструменты, нашу рулетку и тому подобное. И привязали те шпателя, которые я им покупала, к своим инструментам скотчем, чтобы обманным путем выйти из моей квартиры и забрать то, что куплено было на мои деньги, отказавшись от сотрудничества с нами. Поэтому, когда мы с ними сошлись на 150 гривнах, я вызвала юриста, мы заключили официальный договор. Но я это все увидела, что они так поступают. И я им сказала сразу, что я дополнительных инструментов им покупать не буду. Также, что я не буду оплачивать работы, которые они там сделают дополнительно. На это мы сошлись. Якобы, ребята, вот подчеркиваю, якобы сошлись. Они не были уверены ни в своих словах, ни в своих обещаниях. Они приходили под действием какого-то препарата наркотического, неадекватно себя вели, бросались друг друга строительным клеем, толкались. Стас упал на наш холодильник, когда ремонтировал лад-ленту. Они нам делали лад-ленту. Я сегодня связалась с мастером, сколько это стоит. Мне выставили цену 400 гривен. Вот этот Егор сказал сначала, что он за 350 делает. Я ему заплатила деньги. Мы распрощались. Я сказала, ну ладно, окей, давай до завтра. Он сказал, спасибо, хорошо, давай до завтра. Стоимость работы мы обсудили. 350, он мне типа 50 подружески скинул. Так как он забрал деньги и вышел с подъезда. Через 10 минут он мне пишет на Viber сообщение. Ты не заплатила за работу? Это лишь один погонный метр для лад-ленты. Такая стоимость. А у меня было 19 погонных метров. И получилось у меня 6300. Я должна была им. По их словам. Алло. Алло, Егор. Слушай, а зачем ты вот это сейчас такое делаешь? Мы с тобой договорились. У меня запись разговора есть с тобой. Зачем ты мне сейчас говоришь, что это должна быть такие заопричные суммы? И требуешь с меня что-то? Я не требую. Я сказал, что 650 гривен. Ой, 350 гривен. За погонный метр мы сегодня разговариваем. Там факт, что наша работа стоит столько-то. Кто тебе такое сказал, что твоя работа стоит столько-то? Я сказал. Ты сказал? Ну хорошо, а я могу по-другому сказать. Ну так скажи. Слушай, ты взял деньги и ты ушел. Какого черта ты мне сейчас возвращаешься за деньгами и что-то говоришь? У меня есть запись разговора с тобой. Видеозапись. Я сейчас вызову полицию и будут у тебя проблемы. Я тебе сразу... Я подам на суд на тебя. Если ты будешь мне такое делать, разводить меня на деньги. Я же общалась с мастерами. Я уже разузнала все. Ну конечно, отказалась платить. Я сказала, что я ничего платить не буду. Он сказал, что хорошо, я сейчас приду домой за деньгами. Будем разбираться со своим юристом. Стал мне оторванивать в двери. Это уже было 8 часов вечера. Что ты отключаешься? Это не Егор. Я должна поговорить. Так вы и не отключите. Подожди. Я разговариваю... Я разговариваю с Егором. Не надо сейчас. Я разговариваю с ним. Я не останусь от него, потому что у него начались нервы. Я тебе сказала... Я ему уже все сказала. Я ему уже все объяснила. Я считаю, что погона нет. Я тебе и вообще ничего не говорю. Я с тобой вообще не хочу работать. Егор, если он будет продолжать меня обманывать на деньги, я с ним тоже прекращаю работу. Не надо обманывать на деньги. Егор, почему ты трубку бросаешь? Да потому что меня это уже достало. У нас уже подписан даже договор. Это да, там не указано, но это до прохода. В договоре указано. Слушай, ты взял деньги. Я тебе дала деньги. Ты взял и все было окей. И мы с тобой разговаривали. Я записывала разговор. Я и так остался поговорить. Ты никуда не спешил. Егор, не надо сейчас меня обманывать на деньги. Потому что если ты будешь меня обманывать на деньги, я подам на суд. Я не хочу работать с людьми, которые меня разводят на деньги, откровенно говоря. Ну хорошо. Скажи, в каком плане я тебе разложу на деньги? Работа ужасно выполнена. Она даже не доделана. Ты взял денег. Я звонила, связывалась с людьми, которые занимаются ремонтом. И сегодня я разговаривала. Ты мне сделал как? В каком ты мне качестве сделал? В каком ты мне твое ленте сделал? Ты видел вообще, что ты пробурил мне стены. Мне сейчас надо будет их зацементировать заново. Все замазывать. Обвои испорчены. Понимаешь? Обвои переклеивали. Я тебе завтра и делаю. Этого даже не будет видно. Не надо мне так делать. И поверь мне, люди бы сделали намного лучше и намного быстрее это все было. И на бандерах, а на специальных креплениях это делается. Это не делается вот так, как ты сделал. И то, что ты мне сейчас говоришь насчет денег, ты просто меня пытаешься обмануть на деньги. Хорошо. Не надо. А ты видел вообще свою работу? Ты испортила бой мне. Можно было мне позвонить сразу или сказать сразу. Мы с тобой когда разговаривали, то ты сказал. Я тебе сказала, что работа не окончена. И я тебе сказала, что ты испортил стены. Ты это прекрасно видел. Я тебе сказал, что я это завтра и делаю. Стасу сказал, чтобы он взял приват. Он не будет уже ничего здесь делать. Если ты будешь меня обманывать вот так на деньги, я тебя тоже не буду пускать к тебе домой. Потому что я вижу, что ты меня просто сейчас разводишь. Я тебе верю как другу. Я тебя пускаю домой. Я тебе плачу деньги, даю авансом вот так деньги. А ты меня разводишь. Тебе что, не стыдно? Я не разводу тебя. Сегодня ты мне говоришь. Ты мне сейчас заоблачные суммы выставил. И после этого я вообще не хочу работать вот в таком плане. То, как ты мне выставляешь такие заоблачные суммы, мне даже никто такого не выставит. Если это друг, то он наоборот снизит цену и как бы сделает так, чтобы было выгодно. Эта работа 100-400 гривен. Я пошел на уступки, сказал 350. Слушай, мы с тобой когда разговаривали насчет этого, ты взял деньги и все было окей. Потом ты мне стал писать, не нужно разводить на деньги. Я тебе давала деньги. И не надо сейчас мне говорить о том, что я тебе что-то еще должна после этого. Потому что это уже развод на деньги. Ну я пошел на уступки. Слушай, ну ты видишь качество своей работы? Там нет этой суммы. Я тебе говорю целый день, что я плиткой буду выравнивать углы. Если она хорошо, хорошо. Плиткой ты будешь выравнивать углы, но никто так не ложит вот эти ленты, как ты. И не пробуривает стену через стену. Никто так не ложит. А я тебе сделаю стену хорошо. Да не надо мне, блин, за такие деньги делать вот это вот. Портить обои, портить имущество. Хлопать мне дверью дома. Не надо мне такое. Холодильник чуть мне не завалили. Я уже не знаю. Я не могу так работать. Понимаешь? Ты мне испортишь холодильник. Почему покупать холодильник? Ты сейчас упал? Ну я что? Ну упал. Кто тебе будет покупать новый холодильник? Это то же самое, что я пришел тебе промозку делать. Подключай меня, только мударил. Это то же самое. Это измут. Он упал. У тебя же не было такого, что ты падаешь. И когда падаешь, ты не смотришь, куда падаешь. И как ты падаешь? Это происходит резко. Это не имеет значения. То, что вы работаете неаккуратно, непрофессионально. Вы, во-первых, подвергаете мою жизнь риску и мое имущество. И, во-вторых, вы неаккуратно работаете. У вас качество работы вообще ужасное. И хотите еще с меня после этого сбивать денег? Не, ну нормально вообще. Как я могу с тобой работать? Егор, скажи мне, как мне с тобой работать? Я тебе сказал, моя работа стоит 350 гривен. Ты мне сказал? Работа стоит. Я тебе дала деньги и ты ушел. Тебя все устроило. Я тебе дала деньги, после этого ты взял и ушел. Тебя все устроило. Какого черта ты мне пишешь на Viber и не отвечаешь на звонки? И приходишь ко мне домой. Опять. Ну вообще, по чем? Почему ты возвращаешься? Ну, туда-сюда возвращаешься. Это, ну как бы, человек должен быть по чем-то, чтобы туда-сюда возвращаться. Егор, у меня, я твою работу вообще не принимаю. Вот это то, что ты сделал, это ужас. Это ужас. Только снять ту ленту и снять все бендера еще и заплатить за демонтаж. И я вижу, что эта комната, ну это ужасная работа. И после этого ты еще хочешь от меня денег. Я не хочу то, что ты сделаешь. То, что ты сделал, это выглядит ужасно. Оно не крепится. Оно непрактично. Оно не крепится. Оно висит. Ты видел, что ты натворил у меня дома вообще? Куда его годится? Куда оно годится? Скажи мне, на кой вот это черт ты делал? Блин. Не надо так делать. Чем так делать, лучше вообще не надо. Посмотри работы людей, которые занимаются этим в интернете. Как оно красиво выглядит. И то, что сделал ты. То, что он выглядит в разные стороны. И потом посмотришь, как оно с плитки будет лежать. И скажешь, о, как красиво. Я тебе, я тебя не пушу уже ничего делать. Я уже не хочу, понимаешь? Я не хочу такое качество работы. В 8 часов, когда я тут стою с договором, со Стасом, с Горисовым. Там банк. Я не стала открывать. Я сказала, что я сейчас позвоню в полицию. Будем дальше разговаривать. Он продолжал трабанить. Я стала звонить в полицию. После того, как я вызвала полицию, они убежили. В полицию, кому нужно, не приехал. Потому что я сказала, что они убежали. И смысла дальше разговаривать нет. Они мне писали также группу Стинавайбе. Сказали, что завтра придут с юристом, разбираться будут. Вот, ребята, пруф. Вы можете все видеть собственными глазами. Я, конечно, немножко на порог забежала. Но хотелось бы вот эту основную ситуацию разобрать. И рассказать вам о всех ситуациях, которые были. Но это очень важное такое включение. Чтобы вы, ребята, не попадались на подобный вид мошенничества, либо уловки. И когда они на следующий день пришли, они стали мне набирать. И говорю, Егор, я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне хочешь одну цену сначала сказать. Потом впарить другую, чтобы развести меня на деньги. Ты меня разводишь на деньги. Я не хочу с тобой разговаривать. На что он ответил, что пусть будет за 350 гривен. Ладно уж, типа жаримся. Поэтому он жарится надо мной. Что там? Алло. Алло. Да. Открытие? Ну что вообще? Ты сказал вчера, что ты приветствовал. Сколько ты мне сказал, что приветствовал? На 8. Не получается. Но помимо тебя еще есть. Помимо меня, у нас запланирован был вчера изначальный разговор. И у меня сейчас тоже был запланирован. Сейчас мне тоже неудобно. Давай на 300 будем разговаривать. Так что он нам договорился, что мы там тут переговоры не достичь. Мы не должны уйти из полиции, ничего из никого. Зато с работы, я вот вчера вечером все же просыпаться перестал. Договоры ничего не указывают, что с работы. Мы с тобой даже проделали. И разговаривали. Хочешь, ты поменял, пожалуйста. Мне все неприятно сказать. Со мной не спокойно разговаривать, мне не надо со мной так разговаривать. Не надо со мной ботно разговаривать. Не нужно. Нужно со мной нормально, адекватно разговаривать. Я на 36-й год, да, так сегодня. А сейчас нельзя? Так, приходят с этой днойкой работой. Ну хорошо, давайте с тобой выйдем по воздуху. Я сейчас с тобой только поговорю, мы с тобой ждем. Я возьму трейдер, потому что я все-таки хотел у тебя, как выкатнул, потому что мне серьезно сейчас дела. Сейчас приехал, потому что он сейчас со мной уезжает. Мы сейчас едем за бил. Для нас, то это все чисто вымогательство. Вы за ним приходите, а это чисто вымогательство. То, как все разговаривать, что ты уже уже. Ну, конечно, не нормально. Я тебе говорю, давай, я сейчас ходил. Ну, нет, три часа поговорим по поводу того, что мы будем касаемся, для себя. Я им купила материалов для работы и заплатила за это деньги. Они попросили купить им клей для плитки. Еще одна загвоздка. Перед тем, как прокладывать плитку, нужно было заложить проводку. И, конечно же, они мне выставили цену за свою работу. Постали выполнять нам работу, сделали косо-криво, лишь бы живо. Эта проводка, боже мой, эта проводка отвалилась на второй день. И тогда уже у меня были явные претензии к ним, что они так плохо сделали. У меня не устраивает то, что он сюда приходит, то, что тут у вас, что вы дерете, что вы еще что-то устраивает. Мне такое вообще не нравится, не устраивает. Как вы себя ведете, что вы поднимаете, мне это не устраивает. Ну, это стройка. А что вы хотели? Смотрите, стройка. Смотрите, стройка, вы не адекватно себя ведете. Вы не умеете себя вести. Под чем вы вообще? Под колесами или под чем вы? Вы себя не умеете вести нормально, правильно, как мужчины ведут себя. Не умеете. И после этого еще вы что-то требуете. Я тебя учить буду. Ну, ты нас учить будешь? Я, да. Я буду учить. Потому что никто не научил вас, как нужно совести, правильно. Люстру нам разбили. Какого черта нам люстру разбили? Получается, в коридоре. Ну, я тебя потом покажу. Потому что ты задел люстру вчера. Чем я ее задел? Головой своей задел. Я тебе люстру головой задел. Розетки, почему вы выбрасывали розетки? Я вам разрешала их выбрасывать? Что с кухни, почему ты оставил открытый источник тока? И это все угроза для жизни. То, что ты выбрасываешь розетки. Куда я выбрасывал? То, что пластик? Пластик я знаю держит. Я его прикручу обратно. На что они ответили, что сейчас переделаем и все будет хорошо. Сейчас мы вам сделаем как было. И ничего отваливаться не будет. Повышать на меня голос. Я не повышаю на тебя голос. Ты всегда повышаешь голос. И мне это неприятно. Я не хочу в таком тоне общаться. Вообще. Хорошо. Я с вами бутон. Хорошо. Без проблем. Но сам факт, что это первый этап работы с лентой. Потом второй этап. Это когда мы уже подойдем плиткой. И когда будет плитка, это лето уже оккультурица. Упрашивали, чтобы у нас работать дальше, чтобы продолжать работу. Хорошо. Мы будем ложить плитку. Не надо. Ты взял деньги и убежал. Я вчера еще, кстати, сказал, что ты не хочешь работать. Ты сказал, что ты со мной не хочешь уже работать. Ну, сам факт, что мы сейчас приехали на работу. Я мог сказать, что я дверь влюблю. Это же не означает то, что я перейду тебе дверь влюблю. Не означает. Ну, а ты нормальный вообще? Может, ты реально под наркотиками? Ты один день говоришь, что ты не хочешь работать. А на следующий день ты проезжаешь. И типа все уже окей. Ну, а ты думаешь, у меня собственное мнение. Я тебе не могу ничего рассказать. У меня уже повод засомневаться, судя по вчерашнему отказу, что ты не хочешь работать. Ты сказал, я не хочу работать. Я приехал на работу. Ты сказал вчера, я не хочу работать. Я приехал на работу. Да при чем здесь это? Приехал и не приехал. При чем здесь это? Ты как-то хозяин, ты хозяин вообще своего слова? После того, как они сделали стяжку пола и шпаклевку стен, они стали грунтовать. А грунтовали они от трех раз и без предупреждения, что меня вообще в край вывело из себя. Они запросили тройную стоимость своих работ, ребят. И самый прикол в том, что мы об этом не договаривались. Пол, где тут стяжка? Ну, они вот так вот сказали, что они вот это сделали нам стяжку. А дальше плинтусом. Стяжка с плинтусом? Да они все там не сняли. Стяжка, которая, короче, даже не поймала. Стяжка с плинтусом. У вас старый пол. Какая же костя. Убивость, а? Ну, вот это вот называется машинничество. Вы можете писать на них заявление за то, что они взяли у вас деньги. Ну, я уже с адвокатом общалась. Мы уже будем с ними только через суд. Они через суд я пошел бы написал новым следователям и все. Все хорошо. Ну, там еще было уже много денег вложено. Было много сумм потрачено. Возвращай мне тогда сколько-то денег, и тогда будем разговаривать. Я не знаю. Почему я тебе должен возвращаться? Ты начинаешь три владения, ты конфликтуешь. Почему я должна тебе верить? После того, что ты вчера натворил, я тебе уже не верю. По итогу сделанных работ они выставили прайс-лист мне. Я сказала, что вы что офигели? Вот это, за что я должна тут платить? Но на самом деле так оно и есть, что и за грунтовку... Хорошо, мы не компетент на свободе. Хочешь, я приведу своего адвоката? Но ты мне отдашь эту сумму за то, что ты мне столько всего натворил, а потом мы будем разговаривать. За грунтовку никто платить не должен. Это чисто их выдумка, чисто их инициатива. Пойметь денег на ровном месте. Смотри, у нас в договоре написано, что... Сейчас даже вот, у меня договор с собой на руках. У нас в договоре написано, что или я, или ты расторжаешь контракт, я должен буду возникнуть ту сумму, на которую я испортил материалы. А, ты считаешь, что ты мне материалы не испортил? А какой я тебе материал испортил? Ты мне... Ты ходишь сюда уже две недели, и ты постоянно что-то портишь. Что я тебе... Каждый день. Ты, начиная от того, что вы неровно положили плитку, это неровно. Ты посмотри работы, как делают мастерак, сколько там должен быть зазор, сколько миллиметров. А у тебя там сантиметра два или три. А как ты сделал эти стены? Ты должен выровнять прежде чем. Не перебивай меня, не надо так разговаривать. Ты со мной не на одном уровне, понимаешь? Не на одном уровне. Не надо так разговаривать. Ни один нормальный уважающий мастер не будет брать какие-то копейки за грунтовку. При том, что, ребят, я покупала за свои деньги грунтовку, они брали распылителем по три раза, брызгали на стены, они должны это делать валиком и просили, чтобы я им покупала материалы за свой счет. Как по-твински все разбросано, ничего не собрано, болты раскрученные валяются. Ты даже их в пакет не собрал, не удосужился. Они не валяются, они лежат на холодильнике. Хорошо, зайдем с другой стороны. Ты как сделал свою работу вообще? Оно некачественно сделано. Чтобы, ребята, я покупала диск на болгарку, венчики, чтобы я покупала на сверло, ванночки для валиков и тому подобное. Я не должна это все покупать за свои деньги. У них должен быть инструмент собственный, который они приносят и ним работают. Я не должна им предоставлять инструмент, а лишь материалы. Ты все повыбрасывал, и розетки, и все, и все открученное. Ты, когда должен уходить, то тут должен быть вообще идеальный порядок. А у тебя везде срач, все валяется. Хорошо. Вы орете. У меня была куча сомнений, и, конечно, работать с ними или нет, я не хотела уже на тот момент с ними работать. Мне не надо никакой случай. Выше того, чтобы приходить людям портить ремонт, в этом ты выше. Какой я тебе ремонт портил? Я тебе говорю, что я плиткой сделаю. Оно на ляпуху, понятно. Видишь, сколько там места. Ну шешмар. Кто это вообще делал? Вот так у нас люди работают. Ты везде пройдешь. Вот Рома. Почему оно никак не делал? Оно вообще никуда не годит. Вот так, чтобы ни у кого потом вопросов не возникало насчет работы. Работа очень грязная, неаккуратная. Тут все не по уровню сделано. Плитка одна выпала вообще. Только от стука. Люстру нам разбили. Вот видно скол. Люстра разбита. Смотрим дальше. Кабель замурован. Вот такое качество у нас работы. Отличное вообще. Двери как нам сделали, как нам покрасили суперские двери. Это вот так нам сделали работы. Отлично нам сделали. Даже не могли краску нормально выровнять. Ну во-первых, чтобы доложить это надо, чтобы ты здесь работал. И, конечно, работать с ними или нет, я не хотела уже на тот момент с ними работать. Я звала других людей, чтобы они смотрели качество работы. И они говорили нам, что нужно все переделывать. На каком основании ты приходишь ко мне домой и требуешь у меня деньги? Я же тебя сейчас деньги не требую. У меня есть доказательства того, что ты требовал деньги. Я могу подать на тебя уже за это на суд. За то, что ты необоснованно приходил и требовал деньги. Моя работа сделана. Твоя работа не сделана. Моя работа не сделана. Но это еще не все. Как они нам будут вообще неосторожно? Делали работу. Что это? Все грязное, все запачканное. Мы не будем оттирать и царапать плитку. Вот это что? По уровню смотрим. Смотрим сколько здесь клея и смотрим сколько здесь клея. Даже можно обычную деревяшку приложить и мы будем видеть сразу зазоры. Вот. Сюда палец может пролезть. Вот. Тут неровно сделана работа. Я еще видео специально дополнительное запишу для особо одаренных. Вот. Дальше смотрим, как у нас тут работа сделана. Вот это все надо отбивать. Кто так кладет? Вот какой дурак вот так кладет? Это все надо отбивать здесь. Они ставят, получается, вот этот плинтус сюда. Что в итоге мы имеем? Внимание. Берем вот эту байду и прикладываем согласно вот там и как оно должно быть. Сколько у нас разница между рисунком? Посмотрите. Элементарно. Прикладываем руку. Сколько у нас тут высота идет? Оно идет выше по высоте, чем здесь. Соответственно, если плитка ляжет сюда, то она ляжет выше, чем сам узор. Поэтому у нас узор уже не сходится на этом уровне. Пусть покупают за свой счет. Все это демонтируется и убирается к чертовой бабушке. Если я сейчас подам на суд, то у тебя под документом нет ничего, чтобы подтвердить то, что ты что-то сделал. Ты в коронетке даже не удостовериться подключить ленту. А это что, гирлянда? Хорошо. Без проблем. Сейчас дело даже не за ленту. Я тебе говорю. Ну что дело не за ленту? Что дело не за ленту? Ты мне вчера весь вечер, извини меня, ты мне мозг выносил вчера весь вечер за эту ленту. Вот весь вечер ты мне вчера просто испортил настроение с этой лентой. За ленту потом поговорим? Хорошо. Это уже потом поговорим. Потом никто разговаривает. Это не по телефону. Слушай. Во-первых, никто не будет. Потом. Я не буду твои условия там. Потом, не потом. Время ты мне не будешь тут назначать. Ты мне не будешь таким тоном разговаривать. Потом, не потом. Это буду решать я. Какое время мне будет удобно. Слушай, у нас подписан договор, то что мы будем вложить плитку. Я с одной стороны понимала и общалась с юристом насчет того, что правильно ли я поступаю, что работаю без договора. Номер паспорта Егора и его помощник это Стас, а другого зовут еще Денис. Приходить будешь один ты. Я этого человека не нанимаю на работу. Причем тут я нанимаю его, он работает на меня, а я работаю на тебя. С моего разрешения он будет здесь работать. Нет. Он будет работать с моего разрешения. Он работает со мной, не с тобой. Он работает на меня. Значит, оформляй договор на него. Плати юристу. Оформляй договор. Я ему сейчас впишу в договор. У меня есть с тобой ручки. Я его просто тут впишу. Но я не согласна с тем, что ты его вписывал туда. Об этом я не знала, что можно было так легко найти другого мастера. Но в это время, пока он работал, я занималась поиском нового мастера. Потому что этот человек мне не подходил. Он приходил и просто кушал чайной ложечкой мне мозги и портил нервы. Я была прям сама не своя, не могла стримить. Постоянно с ним были разборки, конфликты. И они портили наши вещи. Он приводил еще своего напарника, которому 19 лет. Его звали Стас. Они портили нам стены. Они сделали ужасные работы. Там мастера сделали. Плитка отпадает, там пустая. Тяжко пола. Пол вообще не обработан. Только они нам заложили. Все грязное. Все неаккуратное. Двери тоже они нам красили. Взяли за это деньги. Здесь тоже все неаккуратно. Стяжка вот такая. Вот видно качество работы. Вот это вот видно даже следы. Вот так нам прошпаклевали. Тут тоже все неаккуратно. Угол они сделали пустой по факту. И все сыпется. И видно вот даже насвоение прям. Ленту тоже положили ужасно. Они нам ее не подключили куда надо было подключать. Они испортили ремонт. Потому что они у меня достают сейчас на вайбер. Вот то что нам делали в плане клея. Тут налепили. Вот это они таки лепили плитку на вот эти вот остатки. Там все пусто в середине. Поэтому плитка отпадает. Брызгает вот это. Вот так они. Так. И тут то же самое. Да. Струйка сегодня закрыта. И ложили на необработанную поверхность плитку. Накладывались все так-то. Это понятие что может людям не комфортно. Что вы орете там. Вы же орете. Вы же реально деретесь. Толкаетесь. От вас много шума. Понимаешь. Мне это не нравится. Сейчас мы дошли до такого разговора. Что мы работаем по контракту. По двух слов. На следующий день он ко мне пришел и стал тарабанить дверь. Я вызвала полицию. Эти люди работают по всей Украине. Если вы будете их нанимать, они могут приехать в другой город. Они согласны на любые условия. Только лишь бы чтобы вас скинуть на деньги. Во-вторых, ты требуешь денег. Я не требую сейчас данную секунду. Я не требую денег. Оплата действуется замовником после сдачи работы петряхника. Оплата действуется готиркой на руки петряхника. Петряхника. Что с того? В смысле, что с того? Я сейчас тебя не требую денег. Ты сейчас просто отвлекаешь меня от нужных вещей. От того, что реально важно сейчас в этой ситуации. Когда мы ругались и когда приходила полиция, то после этого случая они пытались забрать свои инструменты и вынести под предлогом того, что они уходят. Но в пакеты они собрали также наши отвертки, наши инструменты, нашу рулетку и тому подобное. И привязали те шпателя, которые я покупала, к своим инструментам скотчем. Чтобы обманным путем выйти из моей квартиры и забрать то, что куплено было на мои деньги. Не в моей квартире. Сжигалки пропадают. Что это за дела? Постоянно какие-то вещи пропадают. Меня это не ухранит. Я тебе блочок куплю. Ну это во-первых. И потом ты посмотришь. Так ты мне и савод предлагал купить для мунистра. Ну ты отказалась. Я отказалась, чтобы мы тебе купили савод. Я не отказалась. Ты его просто не купил. Ты обещал много вещей сделать. Просто много вещей обещал сделать, но ты их не делаешь. Понимаешь? Я в качестве залога. У меня в качестве залога, у тебя точнее, в качестве залога написан мой паспорт, написаны мои данные. Отказавшись от сотрудничества с нами. Поэтому, когда мы с ними сошлись на 150 гривнах, я вызвала юриста, мы заключили официальный договор. Но я это все увидела, то, что они так поступают. И я им сказала сразу, что я дополнительных инструментов им покупать не буду. Так же, что я не буду оплачивать работы, которые они там сделают дополнительные. На этом мы сошлись. Якобы, ребята. Вот подчеркиваю, якобы сошлись. Хорошо. А потом ты мне звонишь и портишь настроение. Хорошо. Пусть это будет за 350 гривен. Хорошо. Без проблем. Я тебя не устраиваю. Меня это цена все. Я уже ушел с этой цены. Ну так, а чем это жевать сопли по 3 часа? Жевать сопли? Ну так откроем нам двери. Мы пришли на работу. Мы пришли работать согласно договору. Они специально устраивают подставу с инструментами, чтобы вызвать полицию и на вас повесить уголовную статью. Оручаться прежде всего заказчику и нести ответственность перед законом только вам. Поэтому, прежде чем нанимать Егора и Стаса, лучше подумать миллион раз. Ребята нечестные, 19-летние малолетки. В таком возрасте вообще не могут люди разбираться в своей работе. Немаловажный факт. Они вырут, что у них есть машина. Машина есть только у их родителей. Это все неправда. Они много будут врать для того, чтобы вас ввести в неведение. И для того, чтобы сбить с вас побольше денег. Они нам монтировали ленту на биндера. Так вообще никто не делает. Это некачественно выполненная работа. Там сделали квартиру. На сегодняшний день находится в таком состоянии. Мастер, который пришел, он сказал, что нужно снять и делать все заново. Он взял, понимаете, 400, а не 350 за метр погоны. Как хотел Егор, чтобы ему заплатила 6 тысяч гривен. Он хотел меня развести на 6 тысяч гривен. И не подключили ленту. А лента вот. Тоже результат работает. Дюбеля отходят. Оно не держится даже нормально. То есть оно все на соплях висит. Оно не так даже цепляется. Так что они должны нам возвращать деньги назад. Потому что это никуда не годится. Там внутри пустая плитка. И это даже видно, почему она отпадает здесь. Ты просто хочешь решать вопросы. Но это не имеет значение. Это имеет значение. Вот сейчас, в данный момент, это имеет значение. Я вообще тут не должен был работать. Договор с тобой. Я приехал. Договор со мной, хорошо. Но ты же тоже заключала договор за поставки, за всякую хрень. Почему, когда у тебя в салоне кто-то работал. Девочки, допустим. Девочки принимали товар. Ты просто подошла, расписалась, посмотрела и ушла. Девочки этим товаром работают. Это не имеет значение. Не имеет значение. В данный момент это имеет значение. Ты за это сейчас завела на хамор. От слова совсем. Во-первых, я буду выбрать, с кем я работаю, с кем я не работаю. Это я буду выбрать. И кто будет у меня дома находиться. Хорошо. Кто будет переделывать эту работу? Никто я не буду переделывать. Я могу приехать на 12 часов. Они не были уверены ни в своих словах, ни в своих обещаниях. Они приходили под действием какого-то препарата наркотического. Неадекватно себя вели. Бросались друг друга строительным клеем. Толкались. Стас упал на наш холодильник, когда ремонтировал лад-ленту. Они нам делали лад-ленту. Я сегодня связалась с мастером. Сколько это стоит? Мне выставили цену 400 гривен. Вот этот Егор сказал сначала, что за 350 делает. Я ему заплатила деньги. Мы распрощались. Я сказала, ну ладно, окей, давай до завтра. Он сказал, спасибо, хорошо, давай до завтра. Стоимость работы мы обсудили. 350 он мне типа 50 подружески скинул. Так как он забрал деньги и вышел с подъезда. Через 10 минут он мне пишет на Viber сообщение. Ты не заплатила за работу. Это лишь один погонный метр для лад-ленты. Такая стоимость. А у меня было 19 погонных метров. Машни постоянно требовали с меня деньги. Вот они мне посчитали вот так. С полицией он будет у меня под дверями писал. Вот так разводят на деньги. Алло, Егор. Слушай, а зачем ты вот это сейчас такое делаешь мне? Мы с тобой договорились. У меня запись разговора есть с тобой. А что мы договорились? Зачем ты мне сейчас говоришь, что это должны такие заопличные суммы? И требуешь с меня что-то? Я не требую. Я сказал, что 650 гривен. Ой, 350 гривен. За погонный метр мы сегодня разговаривали. Ты мне не как... Алло. Это все считается погонным метром. Какой погонный метр? Ты мне сказал за работу. У меня есть запись. Если ты будешь с меня что-то требовать, то я вызову полицию. Будем только так. И получилось у меня 6300. Я должна была им. По их словам. Но я же общалась с мастерами. Я же уже разузнала цену. Конечно, отказалась платить. Я сказала, что я ничего платить не буду. Он сказал, хорошо, сейчас приду домой за деньгами. Будем разбираться с твоим юристом. Стал мне торбанить двери. Это уже было 8 часов вечера. Я не стала открывать. Я сказала, что я сейчас позвоню в полицию. Будем дальше разговаривать. Он продолжал. Но сам факт, что это первый этап работы с лентой. Потом второй этап. Это когда мы уже подойдем к плиткой. И когда будет плитка, эта лента уже оккультурица. Я стала звонить в полицию. После того, как я вызвала полицию, они убежали. Полиция, конечно, не приехала, потому что я сказала, что они убежали. И смысла дальше разговаривать нету. Они мне послали также грубости на вайбе. Сказали, что завтра придут с юристом. Разбираться будут. Вот, ребята, пруф. Вы можете все видеть собственными глазами. Я, конечно, немножко на вперед забежала. Но хотелось бы вот эту основную ситуацию разобрать. И рассказать вам о всех ситуациях, которые были. Но это очень важное такое включение. Чтобы вы, ребята, не попадались на подобные виды мошенничества. Либо уловки. И когда они на следующий день пришли, они стали мне набирать. И говорю, Егор, я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне... Ты требовал деньги. Я могу подать на тебя уже за это на суд. За то, что ты необоснованно приходил и требовал. Моя работа сделана. Твоя работа не сделана. Вообще ничего не сделана. Если я сейчас подал на суд, у тебя под документом нет ничего, чтобы подтвердить то, что ты что-то сделал. Ты к розетке даже не удостоверился подключить ленту. А это что, гирлянда? Хорошо. Без проблем. За ленту... Сейчас дело даже не за ленту. Я тебе говорю. Ну что дело не за ленту? Что дело не за ленту? Дело не за ленту. Ты мне вчера весь вечер... Извини меня. Ты мне мозг выносил вчера весь вечер за эту ленту. Вот весь вечер ты мне вчера просто испортил настроение с этой лентой. За ленту потом поговорим? Хорошо. Это уже потом поговорим. Потом никто разговаривает. Это не по телефону. Слушай. Во-первых, никто не будет. Потом. Я не буду твои условия там. Потом, не потом. Время ты мне не будешь тут назначать. Ты мне не будешь с таким тоном разговаривать. Потом, не потом. Это буду решать я, какое время мне будет удовольствие. Слушай, у нас подписан договор, что мы будем вложить плитку. Хорошо. Мы будем вложить плитку. Не надо. Ты за ленту не убежал. Хорошо. А потом ты мне звонишь и портишь настроение. Хорошо. Пусть это будет за 350 гривен. Хорошо. Без проблем. Я тебя не ушел. Меня эта цена все. Я уже ушел с этой цены. Ну тогда... Хочешь одну цену сначала сказать. Потом впарить другую, чтобы развести меня на деньги. Ты меня разводишь на деньги. Я не хочу с тобой разговаривать. На что он ответил, что пусть будет за 350 гривен. Ладно уж. Типа жарился. Типа это он жарился надо мной. Ребят, после их визита к нам домой, у меня пропал блочок от зарядного устройства для айфона. Еще, ребят, такой момент. У нас пропадали вещи. Далеко не один блочок. Они нам трошили квартиру. Когда они делали вот ленту, то прямо пробурили стену насквозь. И это было заметно невооруженным глазом. У нас отвалилось кусок обоев из-за их работенки. В итоге я очень сильно разозлилась за вот эти 6 тысяч гривен, которые они требовали. Я понимала уже, что я хочу окончательно разорвать с ними договор. И я нашла другого человека, который согласился со мной работать. Он предложил мне подъехать, посмотреть состояние стен. Я его просила о том, чтобы он пересмотрел качество работы вот этих людей недобросовестных. Когда он приехал, он вообще офигел. Он был с другом. Отплатила за пол, за стены. Ну, за пол. Где тут стяжка? Стяжка. Но они вот так вот сказали, что они вот это сделали нам стяжку. А дальше клеем. Стяжка с клеем, да? Стяжка с клеем. Стяжка с клеем, да? Что это называется? Машинничество. Вы можете писать на них заявление за то, что они взяли у вас деньги. Он сказал, что это вообще неправильно, что у вас ученики работают, кого это вы наняли на работу. Я, конечно, очень сильно расстроилась, потому что деньги были уплачены за материалы, за работу. Но, слава богу, что за работу была лишь часть уплачена, а еще и за договор с юристом я заплатила. Но они нам положили плитку, за это я не платила деньги, потому что все равно бы пришлось снимать и все демонтировать и ставить заново, переделывать всю работу. Ты как сделал свою работу вообще? Оно не качественно сделано. Почему оно не качественно сделано? Оно вообще никуда не годится. Вот так, чтоб ни у кого потом вопросов не возникало насчет работы. Работа очень грязная, неаккуратная. Тут все не по уровню сделано. Плитка одна выпала вообще. Только от стука. Люстру нам разбили. Вот видно скол. Люстра разбита. Смотрим дальше. Кабель замурован. Вот такое качество у нас работает. Учитывая стяжку и шпаклевку. Поэтому я задумывалась над тем, чтобы их просто выпроводить. И мне нужно было требовать деньги, компенсацию. Я это говорила при полиции. Егор в принципе даже и не отрицал, что он брал деньги. Но это такая была. Я не помню. Точное число не скажу. Сам факт она была. Вызвали полицию. Полиция все пояснила. Мы договорились. Вот. Девушка вызвала... Как кого там? Нотариус. Я не знаю. Составили бумаги. Все, работаем дальше. Чтобы было официально. Да. Составили дальше. Мы... Ты взял 10 тысяч время? Вчера. Позже вчера. Он взял 10 тысяч гривен. У меня есть аудиозапись, что он брал 10 тысяч гривен. Что? Ты взял 10 тысяч гривен. Верни их, пожалуйста, которые ты взял. Куда я взял? Ты взял их у меня. И я сейчас предъявлю аудиозапись. Согласно тому, что ты брал деньги. А что вы хотите? Вы мне опять звоните на телефон. Вы думаете, что я буду вам двери открывать? Я вам даже двери открывать не буду. Я не буду с вами больше разговаривать. Потому что вы обманываете людей. Хорошо. Какой это адрес? Дом какой? Адрес и дом. Будем тогда по-другому через полицию тогда будем. Сейчас Стас приехал деньги отдавать. А я приехал за своим инструментом. Так при чем тут это? Вы взяли 10 тысяч гривен. Взяли за работу. 10 тысяч гривен у меня ушло. Вы мне испортили ремонт. Что вас не устраивает по работе? Все не устраивает. Вот просто. Что вас не устраивает? Все не устраивает. Что вы сделали? Испортили стены. Вы испортили мне. И взяли деньги у меня за работу. Все за материалы. У меня ушло на это 10 тысяч гривен. Вы не ровно сделали. Некачественно. Вы сделали полы. Проводка вся нахер поотрывалась. Вы думаете, что я буду за это платить? За вот эту херню, что вы тут натворили? Или что? Так Стас деньги отдав. Причем тут это? Ну пусть переводят на карту. Мне все равно. Он и с карточками не знаком. Причем тут карточки. Мне без разницы. Если пусть переводят на карту. Мне без разницы. И у меня. И у меня ушло на материалы. На все это. За работу. Это все у меня ушло. Деньги. Посмотрите сколько я взял денег. Вот показываю полиции. Там тоже самое. У нее такая же есть. Вот внизу написано авансы. Аванс 650 гривен и 200 гривен. Это согласно договору ты брал. А на руки сколько ты брал? На руки я взял 350 гривен за ленту. 10 тысяч взял за шпаклевку, за отделку. Это помимо этого. За стены. Так возвращай мне деньги. Возвращай мне 10 тысяч гривен. 10 тысяч гривен мне возвращай. Ты неровно сделал. Да. Я говорю ты стучишь. Ты говоришь нет. Меня здесь нет. Я могу сейчас разговор наш. Ну как это если был твой голос. Я тебе говорю ты здесь под моей квартирой. Ты говоришь меня здесь нет. Давай я на первый этаж спущусь. Давай я на первый этаж спущусь. Тебе будет слышно так же как и ситуация зима. Да при чем тут это ты пришел сюда. Зачем ты их сюда привел? Потому что это мой компания. Я с ним работаю. Ты пришел сюда и стучал ко мне в квартиру. Я это видела в глазок. И я записывала все на аут. И не нужно сейчас рассказывать. Ну покажи это все. Каждый разговор. Где мы требуем деньги. У меня есть все разговоры. Все телефоны. Так как это гражданско-правовые отношения считаются то только через суд. Подобное разбирательство. Я их выпроводила на выход. Отдала им инструмент. И еще ребята. Они меня пытались подставить по уголовной статье. А сделали они это следующим образом. Они стали тарабанить в двери когда я спала. При том что они пришли без предупреждения. Я проснулась. Скочила. Кто-то ногами выбивает дверь. Ломится. Я так понимала что это они. Я выглянула в глазок. Увидела три человека. Это были они. То бишь Стас. Егор. И Денис. Они втроем тарабанили. Стояли. И я решила сделать вид что у меня нет дома. Они говорили на площадке между собой. Я решила послушать разговор. И понять что они собираются делать дальше. Они хотели вызвать полицию. Для того чтобы нам было мали двери. И чтобы у меня были проблемы с полицией. По уголовной статье. Из-за воровства инструмента. Ихнего. А на тот момент у меня находился их плиткорез в моей квартире. Они ломились нам в двери. И когда они поняли что никого дома якобы нету. Они стали звонить в полицию. Что самоуправство по статье. Пожалуйста приедьте на вызов. Они на мне открывают двери. На их территории находится наш инструмент. Когда эта вся ситуация произошла. Я пошла быстро за плиткорезом. Чтобы им открыть дверь. И отдать его. Но отдать его так резко. И закрыть дверь я хотела. Но когда я открыла дверь. Они спустились судя по всему вниз. И еще был такой момент. Что за 5 минут до приезда полиции. Я позвонила Егору. И сказала. Егор. А это ты стучишь ко мне в дверь. А то у меня ощущение что кто-то стучит. Он сказал что я не знаю кто это стучит. Понятия не имеет. Алло. Да. Слушай. А кто это в дверях тут тарабанит? Не знаю. Что ты не знаешь? Не знаю. Кому ты тут будешь сейчас рассказывать что ты не знаешь? Вам рассказывают. Ты знаешь что за разбой тоже в полиции будешь отвечать? И в суде тоже. За какой разбой? За разбой. За то что ты тарабанишь двери. Скоро. Я залезу. Скоро. А за что я буду тарабанить дверь? И не приходи сюда. То бишь собрал для того чтобы полиция выломала двери ко мне и отправила меня по статье. Чтобы еще развести меня на выплату штрафа. Поэтому пока они спустились я вынесла быстро инструмент подставила под дверь. И когда полиция поднялась то они увидели инструмент. И я же не препятствовала входу полиции в мою квартиру. Хотя те мошенники пытались тоже зайти в мою квартиру. Полиция забрала остатки их вещей. И даже изоленту забрали. И когда мы вышли в подъезд то полиция стала составлять заявление. Стала спрашивать что мы будем делать дальше. Я не видела мирных путей разрешения конфликта. Хотя они в первую очередь предлагали мне переделать все работы. У меня все разговоры записаны. Давайте. По объявлению мне звоните ребята. Но улица там мошенники разводят людей. И чтоб я больше вас тут не видела. Покажи я что там не смотришь. Погоди сейчас мы на твое личико полюбуемся красивое. Да что ты говоришь? Да 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 я тоже красивый. Здорово. Вчера присылают мне сообщение что типа Выключи камеру. Да при чем это качество работы ты говори. Качество работ все уже увидят. Вот все понятно. Сколько раз я постарался. Что я сейчас зайду туда с уровнем с этим. Ну да я не спорю. Есть где-то нюансы какие-то. Но все исправляются. Есть нюансы все. Что питка отпадает. Но я уже осознанно шла на этот шаг. Что я не хочу с ними работать. Из-за того что они меня хотели подставить по уголовной статье. И они хотели с меня поиметь 6 тысяч гривен мошенническим путем. Поэтому ребята прежде чем с кем-то работать. Нанимать кого-то на работу. Сто раз подумайте. Надо ли оно вам в виде таких последствий. Что еще немаловажно. У него нет попа. Когда мы составляли договор. Он достал мобильный телефон. Приложение. Идию показал это украинское приложение. Там где все граждане Украины зарегистрированы. Паспорта. Вакцинации и тому подобные вещи. И он стал показывать свой паспорт. Указал в договоре номер своего паспорта. Ребята я не могу из-за ограничений Ютуба. Сделать полностью публикацию паспорта. Но чтобы не попались. Я укажу последние цифры и серию. Вот так вот выглядит. Это мошенники которые разводят людей на деньги. Не связывайтесь с ними ни в коем случае. А то получите сломанную проводку. Сломанные стены пробуренные насквозь. Вещи которые у вас будут воровать. Деньги не дай бог. А вот эти вот пацаны они могут пойти на любые действия. И кстати обратите внимание. Есть видеозапись у меня. Там где Стас сказал что никаких денег они не брали. Он хотел сделать вид. С меня дурочку сделать. Что якобы они денег от меня никаких не брали. А Егор подтвердил обратное. Что он взял 10 тысяч гривен. Я могу обращаться спокойно с этой претензией в суд. И с него обратно возвращать деньги. Но ребята есть такой аспект. Когда человек не имеет официального источника заработка. И есть какие-либо нарушения гражданско-правовых отношений. То по факту суд не может стребовать. С человека у которого нет имущества. Нет заработка официального. Нигде он не зарегистрирован. Если у него нет заработка. То официально по факту никто не может с него стребовать. Выплаты финансовых средств в мою пользу. А мне нужно будет заплатить за эксперта строительного 8 тысяч гривен. Плюс еще помимо всего ребят. За адвоката. За судебный сбор. А это уже около 10 тысяч гривен и не меньше. И никак они не смогут стребовать эти деньги обратно с отвечка. Вот так у нас закон работает. То есть если у тебя хранится инструмент человека в квартире. То ты уголовно будешь отвечать перед государством. А если тебе человек сделал некачественный ремонт. И ты заплатил за материалы. Полинял на деньги. То это не считается порчей имущества. И это будет компенсироваться только в случае суда. Так что прежде чем нанимать людей для работы по дому. Нужно миллион раз подумать. Даже договор не спасает от того. Что ты теряешь либо какие-то ценные вещи. Либо материалы. Я тебе сказала, что на 3 часа. На 8 не получилось. Значит на 3. В смысле на 3 часа? Я пришел на работу. Если мы сейчас застели с тобой этого. В эту секунду этого разговора. Значит мы с тобой чего-то допили. Какого-то мы отошли от ленты. Мы сейчас договорим с тобой на 3. У нас подписан договор вот на 3. Мы не отошли от ленты. А мы уже закончили этот разговор насчет ленты. Хорошо. Мы закончили разговор. Лучше нанимать от хороших знакомых людей. Согласно отзывам. И не пытаться подешевле где-то найти мастеров. Которые рукожопые. И ничего толком делать не умеют. Ребят. Самое главное это рассчитывать только на свои силы. А нам они разбили лампу в коридоре. Прям видно выраженный скол этой люстры. Они сделали нам плохо вот ленту. Она висит в разные стороны. Болтается. Также проводка которая вообще из рук вон. Ни в какие ворота. Она на соплях держится. Розетки открыты. Источники тока. Разобрали нам счетчик. Повыкидывали розетки пластиковые. Новую розетку открыли. Тоже распаковали. Болты выкинули. Это короче позор. И еще они нам дверью так хлопали. Что нафиг цемент весь поотлетал от двери. Теперь еще и дверь нужно заделывать цементом. Вот так вот связываться с придурками. Ставили на стиральную машину перфоратор. И мы с ними неоднократно на этот счет ругались. Также ребят. Я когда заключала договор официальным с новым мастером. То он мне посчитал стоимость монтажа LED ленты 400 гривен. Это нормальная цена. С условием установки розетки. А эти шакалы нам хотели впаять 6000 гривен. За то что они натянули LED ленту. Еще ребят. Я очень сильно была запугана тем. Что нам хреново сделали. И мне казалось что эти мастера тоже так хреново могут сделать. Поэтому я сегодня очень долго не хотела подписывать договор с ними. Я звонила юристу адвокату и обсуждала вот эти все ситуации. Которые могут возникнуть. Согласно условиям договора. Они там нашли один пункт. Согласно там российской федерации что то такое. Ну в общем этот договор не работает на территории Украины. И мне юрист посоветовал вызвать полицию. И они сказали эти новые рабочие что блин вы так долго думаете. Мы наверное пойдем потому что нам надо работать. А я в этот момент вызвала полицию. И когда они вышли из подъезда. То к ним подошел патруль. И начал допрашивать их паспорта проверять. А я вышла в этот момент из квартиры. И попросила проверить их пробить по базе. Что полиция в свою очередь сделала. Они не нашли у них судимости. Никакой уголовной ответственности у них не наступало. Поэтому я их вернула. И подписала с ними договор официально. Так как у них и работы есть. У них есть ФОП. Официально оформлены они. Как частные предприниматели. Они работают. Предоставляют услуги официально. Поэтому я решила сотрудничать с официальной фирмой. А не с какими-то барыгами. Которые пытаются содрать деньги. Ребята если видео проявится. То возможно у меня закончилась память. Но это ничего. Я это могу исправить. В городе Стас. Они хотели брать еще деньги из-за углы. Которые они делали из сетки. Но за это вообще ни один дурак не берет. Также я написала своему хорошему знакомому. Руслану из Москвы. Который занимается укладкой плитки. Он уже давно работает. Он работает сам на себя. Он в этом профессионал. Я ему показала качество работы. Он сказал что это вообще никуда не годится. Что они сделали. Проконсультировалась с юристом. Как можно этот вопрос весь решить. Также мы написали аж два штуки заявления в полицию. Для того чтобы их хотя бы в чем-то подозревали. Например в мошенничестве. И у меня есть доказательства. Я хочу сделать это видео. Оно будет служить так и видео доказательством того. Что они нарушали. Ну еще и у меня есть куча записей. Которые я хотела бы вложить в качестве того. Что действительно это все было. Что я не придумываю вам с потолка. И рассказать вам как сделали ремонт. У меня к сожалению не полная запись была. Но на этот раз я надеюсь что будет получше. И вы все сами поняли. Какие у нас мастера в кавычках работали. И Стас хотел подзарядить телефон. Он без спроса зашел в мою комнату. Залез на кровать и включил зарядку телефон. И когда это увидела. Я спросила а какого черта ты лазил. И включал в розетку по моей кровати в грязной одежде. Которой ты работаешь. Он сказал что он не лазил в грязной одежде. А я сказала ты что в уличной лазил. Ну то есть мы с ним поругались. Потом он извинялся. Но факт в том что они заходили в мою комнату. И еще у меня пропал блочок от айфона в тот день. Когда они лазили в мою комнату. Без спроса без разрешения. Материал покупался для стяжки для шпаклевки пола в мешках. Ребята я за этими мастерами хвостом не ходила. Но они явно стырили несколько мешков клея для плитки. Они его вывезли. Потому что весь клей они нам так и не положили. А мешки пропали. И нам уже все сказали. Даже полиция когда заходила к нам домой. Они сказали а кто это вам так неровно плитку положил. Кого это вы такого умного в кавычках нанимали на работу. Сейчас у нас будет работать новая бригада. Я не хочу с теми мастерами больше работать. Ребята если у вас какие то вопросы возникли. Обязательно мне пишите в комментариях. Я на все отвечу. С вами пообщаемся. И конечно же буду рассказывать вам о том что происходило дальше. Я одно решение никогда не принимаю. Я всегда советую с адвокатами с юристами. То бишь с людьми которые разбираются в судебной системе. Вот так с горячая не принимаю каких то неосознанных решений. Я прежде чем окончить работу с предыдущей бригадой. Очень много находилось в раздумьях времени. И места себе не находила. Не знала с чего начать. Но я решилась это сделать. Потому что я увидела что никуда это не годится. Если бы они выстроили уровень повыше. То плитка могла бы попросту отколоться и кому то дать в голове. А мне это ни к чему. Так как они нам покрасили двери. Что они нам натворили. Это вообще ни в какие ворота. Они не убирали после себя мусор. Они оставили все как было. Как свиньи. Беспардонные люди. Когда они клеили нам плитку. То они делали это по необработанной поверхности. Не удалили до конца обои. Хотя они взяли деньги за свою работу. Но они не сделали так как надо. Требовали вымогали деньги. Выбивали нам дверь. Запомните пожалуйста информацию о них. Она отклоняется в сторону. Вот тут еще куда бы ни шло. Но тут вообще ужас. Вот так она отклоняется. Она даже не лежит на одной плоскости. Все ребят. Я если что-то упустила в данном ролике. Обязательно наполню. И дам вам об этом знать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Еще увидимся в следующих видео. Пишите какие видео хотели бы видеть у меня на канале. Я обязательно для вас запишу новые выпуски. Всем пока ребят. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok